Доброе утро! Сегодня у нас на завтрак салат из риса. Причем салат из смеси бурого и дикого риса Slim and Fit. Что значит slim? Это значит худой. Что значит fit? Это значит в хорошей форме. Вот этот рис именно для тех людей, которые думают о своем здоровье, которые хотят оставаться сильными, красивыми, выносливыми, потому что что в рисе? В рисе много клетчатки, особенно в буром и в диком уж тем более. Клетчатка – это медленные углеводы, которые дают энергию в течение долгого времени. Поэтому мы позавтракали плотно, вкусно и интересно. И потом какое-то время вообще про еду нам не думается, и мы спокойно работаем, занимаемся другими делами, а не бежим за шоколадкой, за батончиком или за сладким газированным напитком. Так, нарезаем горсть грибов. Вот так вот тоненько нарезали. Я использую шипминьоны. Можно использовать совершенно любые грибы для этого рецепта. Разогреваем сковороду. Добавляем на нее столовую ложку экстра-верджин оливойл, потому что это будет и заправкой нашего салата, поэтому масло должно быть только первоклассное. Ну и потом это вкусное и полезное масло. Добавляем на сковороду грибы. И грибы, они как губка. Они впитывают все-все ароматы на первой стадии тепловой обработки, поэтому мы грибы сразу подсаливаем. Если добавляем какие-то травки, а мне кажется, что грибы любят, когда им добавляют травки, вот, например, тимьян. Травки могут быть сухими, необязательно свежими. Грибы все равно свое возьмут. Они такие. Теперь для свежемолотый черный перец. Грибы готовятся быстро такие. Перемешиваем все. И вот как только грибы уже почти готовы, через пару-тройку минут, добавляем к ним шпинат. Большой уборщ шпината, потому что, когда шпинат готовится, он очень сильно теряет в объеме. И, казалось бы, была целая миска, а осталась такая маленькая горсточка. Очень полезное сочетание. Бурый рис, шпинат, в котором много железа, грибы. И грибы, которые богаты растительным белком. Сыр, в котором есть протеин, и сливки, в котором и кальций, и тоже белок. Добавляем сюда сливки. Доводим сливки до кипения. И вот в этот момент рис, который у нас уже отварен, прекрасный, полезный, рассыпчатый. Это так пахнет! Это божественно! А вот теперь все, что нам осталось сделать, выложить это на красивую тарелку. Вот, например, на такую. Выложили на тарелку. Присыпаем все это сыром. Я использую горгонзолу. Это такой сыр пикантный, у которого и такой яркий, даже, можно сказать, резкий запах. Если вам хочется чего-нибудь понежнее, возьмите тот сыр, который вам нравится. Безусловно, можно вообще этот рецепт оставить и без сыра, потому что и так все ингредиенты прекрасны, но с сыром, поверьте, особенно если вы любите сыр, с сыром это песня. А что нам нужно с утра? Хорошая музыка. И потом в сочетании с этим сливочным соусом, с грибами, сыр просто волшебный, волшебный получается. Ну вот, присыпали сыром, а теперь, для того, чтобы все это заиграло еще интереснее, какой-нибудь зелень. В данном случае петрушка очень хороша, потому что, во-первых, это такая травка, которая дружит со всеми-со всеми продуктами. Ну нет, наверное, я не знаю, с чем бы она ни сочеталась. А потом она сама по себе обладает волшебными всякими свойствами. Петрушка очень полезная трава. Мелко-мелко, так, чтобы получилась такая зеленая пыль. Такие крапинки в наш прекрасный утренний салат. Вообще, вы знаете, те люди, которые не завтракают, они на самом деле теряют. Не только их обмен веществ начинает медленнее работать, и они более вялые с утра, и настроение у них хуже. Заметьте, заметьте, это часто так бывает, когда человек не находит времени позавтракать, у него какое-то такое вот грустное выражение лица. Правда, я замечала. Но главное, эти люди теряют вот это прекрасное время, когда ты можешь на кухне провести там несколько минут. Я понимаю, что очень трудно иногда вставать, и хочется поваляться, и себя заставляешь. И со мной такое бывает. Но когда я думаю о том, что сейчас я выпью чашку чая, включу любимую музыку, сделаю что-нибудь шедевральное, порадую своих любимых, близких и себя саму, все, жизнь налаживается. Посмотрите, несколько минут, а у нас такой завтрак на столе. Обязательно завтракайте. А на следующий раз приготовьте бананы, молоко, орехи, муку, яйца, масло и шоколад. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова